Предложения главы Якутии вошли в федеральный перечень мер борьбы с паводками и пожарами в регионах. Документ подписал Владимир Путин после совещания с членами правительства. Предложение Айсена Николаева заключалось в пересмотре методики распределения федеральных средств на тушение лесных пожаров. Он обратил внимание Владимира Путина на существующую диспропорцию в этом вопросе. В среднем по стране на эти цели выделяется по 199 рублей на 1 гектар. Красноярскому краю на эти цели выделяется 8 рублей, а Якутии вовсе 6 рублей 90 копеек на гектар. При огромной территории и имеющихся ресурсах, несмотря на мужественные действия пожарных и МЧС, лесных пожаров много, сказал Николаев. Действующая методика финансирования была принята в 2006 году. Расчеты основывались на плотности населения и освоении лесов. Президент отметил, что необходимо привести методику в соответствие с реальными потребностями регионов. Я поднимал два вопроса. Первый о том, что сегодня средства по субсидии из федерального бюджета распределяются неравномерно. И Красноярский край, и Республика Саха-Якутия – самые лесоемкие, скажем так, лесистые регионы страны, которые в общей сумме у нас свыше 35% лесов всей страны, получаем мы меньше всех на 1 гектар. Республика Саха-Якутия – 6 рублей 90 копеек, Красноярский край – 8 рублей. А в среднем по стране на 1 гектар приходится федеральные субсидии – 199 рублей. И методика сделана еще в 2006 году, она устарела. Жизнь идет вперед, показывает, что все-таки нельзя привязываться только к численности населения, надо смотреть и все-таки по объемам лесов. Президент дал поручение этот вопрос рассмотреть и рассмотреть также вопрос по выделению бесплатного питания и бесплатного снабжения питьевой водой тех людей, которые непосредственно заняты на тушении пожаров, именно из федерального бюджета. Продолжение следует...